Девушки отдыхают На четвертый международный конкурс школьников-знатоков православной культуры «Зерно истины» съехались участники команд, чтобы определить сильнейшего. Во второй раз замок Викинг распахнул свои врата для школьников-знатоков православной культуры. Из разных городов России, Белоруссии, Украины собрались здесь школьники, чтобы состязаться в знаниях православной культуры. И трудно назвать это состязание, это скорее проявление собственных знаний, это явление собственного мировоззрения и веры православной. И дух здесь царит дружеский, веселый, жизнерадостный. Они могут купаться в море, играть в волейбол, но очень чопорные, красивые, когда одевают свои черные фраки, мальчики с бабочками, девочки, белые блузки и черные юпочки. Они торжественны, серьезны и сосредоточены. Команда из Брянска – победители прошлого международного конкурса «Зерно истины». Их сейчас, через несколько минут, они начнут опять борьбу. За первое место, нет? Конечно. Как настроение? Отлично. Супер. Хотелось бы выиграть, но, что будет воля Божия, но мы постараемся, приложим все возможные силы. Конечно, есть желание выиграть, настроение боевое, но есть, конечно же, волнение. Самое главное, как отец Александр, секретарь вашей епархии, это участие, победа над собой. А победа над собой – это победа над грехом. И мы здесь всем набираемся опыта, знакомимся, общаемся. Самое главное – узнаем новое для себя, открываем. То есть, это к тому, что мы участвуем здесь. А самое главное, чтобы у нас мы приобретаем пользу от всего. От участия, от соревнований, от игр, от выигрыша. И польза должна быть и от проигрыша тоже. Тоже человек приобретает пользу. Терпение, смирение, кротости, опыт. И во всем нужно видеть хорошую, добрую и пользу. Наша дальнейшая жизнь по-любому будет связана с православием, потому что я выросла в этой среде, и я уже, как это навсегда у меня. За первый вечер я уже познакомился с большим довольно количеством ребят, девчонок. Мы в волейбол играли, в футбол немного. Купались? Ну, пока не купались, но вот отыграем. Тогда уже можно будет и покупаться, там поплавать, понырять. Буквально несколько лет назад, может, десять, разве можно было мечтать, что я буду брать интервью у директора православной гимназии. Как изменилось время, и изменилось оно в сторону духовности, в сторону нашей культуры православной и самой веры. Для нас вот появление здесь, для Сарова, оно очень значительное событие, потому что у нас в городе, к сожалению, основа православной культуры не преподается ни в одном школе. А вообще ведь это город Саров, это центр духовной православия. Имя Серафима Саровского известно каждому русскому человеку, каждому православному человеку. И очень отрадно, что в нашем городе возрождение духовное начинается, начинается оно с восстановления монастыря, с открытия православной гимназии, которой всего два года, с открытия воскресной школы. У нас две воскресные школы при монастыре и при храме всех святых. И очень много делает Владыка Георгий. Большое ему спасибо. Фонд преподобного Серафима Саровского для того, чтобы православие, конечно, развивало. В гимназии нет недостатка учащихся, нет? У нас конкурс очень большой, да, у нас конкурс два с половиной человека на место. Хотя мы очень маленькие, у нас всего три класса, мы открылись вот только два года назад. Но конкурс, конечно, очень большой. В общем, востребовано на сегодняшний день желание жителей вот именно дать детям духовно-нравственное образование и основы культуры нашей православной. Потому что даже люди, которые неверующие, понимают, что без знания основ православной культуры нельзя быть русским человеком, нельзя быть гражданином России. Вообще это невозможно. В моей жизни православие играет очень важную роль, потому что, ну, если бы я не умела молиться, не могла, ну, не знала, к кому обратиться, если бы не знала Бога. Я думаю, что каждый человек должен иметь в минуту, в минуту трудности должен иметь, к кому обратиться. И это должен быть Бог, потому что Он всесилен и поможет всем. Я представляю команду из города Саров. Приехали, в общем-то, мы в первый раз. Хотели просто поучаствовать в этом мероприятии, в этой телеигре. Здесь нас привлекает, ну, кроме того, что, как вы видите, здесь замечательная атмосфера и для отдыха, и для всего, и для души, соответственно. Кроме этого, здесь замечательная духовная атмосфера. Здесь мы можем вместе, как говорится, помолиться, потому что все команды все-таки это одно целое, в конце концов, православные братья, проще говоря. И здесь мы можем поиграть именно вот в эту замечательную игру. С утра первого дня пребывания здесь детей состоялся молебен перед началом доброго дела. Вместе со священнослужителями его провел протеерей Александр Якушечкин, бессменный руководитель, организатор этих мероприятий и ведущий всех конкурсов. И делай их благослови, благополучно начати, и спешно, кроме всякого припятия, вот славу ту и совершите, яков всесильному царю, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, 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 помилуй. Всем поспешисту я и всем во благое, Господи, милостиной, рабом твоим, участником конкурса сего. Поспешисту и спаси его, благополучное совершение делай, спешно произвестися, благослови, молимся, все могилы, Господи, помилуй, 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 помилуй. Четыре дня конкурсов определяют победителя, которого наградят серебряной пальмовой ветвью Ваей и путевкой в Грецию по местам православных святый. С 2007 года начало на государственной телерадиокомпании на ее экранах, потом на украинских экранах, а сейчас уже на всесоюзных. Все видят нашу программу, посвященную конкурсу, международные теперь уже конкурсы, православной культуры. И вот с первой минуты, или, может, даже раньше, гораздо раньше, когда только все это задумывалось, ты был у истока в этой программе. Ни разу не сошел с дистанции, ни разу не огорчился, как мне кажется, что ты взялся за нее. У тебя всегда такой подъем, сделать еще лучше, и программы растут. Это очень важно. Они могли стать традиционными, неинтересными, или какими-нибудь формальными. Этого не происходит. Что тебе так помогает? Знаете, дело в том, что с первого дня создания именно телепроекта «Что, где, когда» в 2007 году, я, как бы сказать, влюбился в эту программу. Вот. Эта программа дала мне интерес в жизни. Я много узнал и о Боге, то, что я много чего не знал. Вы знаете, я живу этой программой. Она мне нравится. Я вкладываю полностью всю свою душу. Мне нравится команда, которая работает над этим телепроектом. Это единая такая, единая команда, которая никогда не подведет, которая... такой хороший проект. Вот. И вы знаете, я как-то задумался, а если, как бы сказать, ну, проект этот уйдет, я, наверное, уже больше не найду такого проекта, чтобы вот работать от души. Как отдаваться ему, да? Да, как отдаваться этой программе. Вчера был очень трудный день. Во-первых, он был первый. Во-вторых, до позднего вечера. И я посмотрела, как работают наши телеоператоры. 12-килограммовая камера на плече. Все время команды, ваши команды, идут с пульта. Присел, ниже, ниже, с пола. Ну, оттуда. То есть, ты ищешь кадр. А им это все, конечно, и трудно, но мне показалось интересно. Вот вчера, как никогда, было много красивых планов, детей, сияющих, просто сияющие лица, не обремененные даже вот этим трудом конкурса. Это замечательно. Дело в том, что операторская команда, которая здесь работает на международном турнире, это именно тоже те люди, которые работают не за деньги. Это профессионалы, которые работают для души. Когда мы собирали именно команду для приезда в Викинг, я общался со многими операторами, но мне больше всего нравился ответ операторов, которые говорили, что нам бы поехать, поработать с детьми. Именно вот этот их энтузиазм, да, в этом проекте, именно вот этот их энтузиазм мне и нравился. Поэтому набрана такая операторская команда, которая работает именно от души. То, что меня очень сильно радует. Крымская епархия, и вы лично это дело не оставляете. Хотя иногда, после очередного финала, вы говорите, все, заканчиваем, но не заканчиваем. Вот уже четвертый международный конкурс «Зерно истины», да, он опять собрался в Крыму, опять в Викинге, в старинном замке, при очень приятном отношении руководства к детям и к этому конкурсу. И что движет этим конкурсом? Что движет вами? Действительно, любое доброе дело, оно, конечно, вызывает определенные трудности. Но трудности не должны нас останавливать, потому что перед нами есть цель. Не просто провести этот конкурс, не просто выяснить, какая команда займет первое место, кто получит какие призы. Наша цель другая, чтобы те школьники, которые принимают участие в этом интеллектуальном состязании, чтобы для них православие было не просто частью интеллектуальной жизни, не просто истории их дедушек, бабушек, их страны, их народы, хотя и история эта тоже, чтобы это была не просто этнографическая страница в их биографии, а чтобы действительно основа православной культуры, православная культура стала подлинным стержнем, духовным фундаментом, основой жизни наших ребят. Знание истории, знание даже православной культуры можно изучить в школе, но при этом не получить того духовного стержня, о котором вы говорите. И вот такое общение, такие конкурсы, такие детские сборы, если можно сказать, наверное, дают им эту основу. Безусловно. Очень важно, что ребята, которые здесь вместе с нами, чувствуя друг друга локоть, понимают, что православие это не просто какая-то часть общества, это наша страна, это наша жизнь. И что можно быть человеком верующим, православным, религиозным, и в то же время быть человеком современным, интересоваться современной культурой в ее лучшем, безусловно, понимании. Поэтому сюда и приехали учащиеся из 19 команд, из России, Украины, Белоруссии, поэтому они с такой радостью принимают участие в этом конкурсе. И мы благодарим, конечно, всех тех, кто помогает нашей Симферопольской Крымской епархии проводить это состязание. Кто помогает своими молитвами, своими трудами. В общем, каждый имеет возможность вложить свою лепту в это доброе богоугодное тело. Я поражаюсь, что бы ни происходило в нашем государстве, происходит в нем много и негативного, и тяжкого, и необъяснимого. Что бы ни происходило за стенами церкви и епархии, вот у вас хватает сил или разумения, я так не могу понять, а может того и другого, чтобы обратить свой взор на детей, чтобы поднимать этот пласт, пласт будущего. Наверное, самая большая реальность и самый большой оптимизм. то, что здесь сейчас происходит, и это тоже реальность сегодняшнего дня. Это реальность, что есть православный народ, что есть православная страна, что есть и мы такие же граждане своих государств, как и все остальные. И это реальность, что есть молодежь, которая тоже олицетворяет себя, современная молодежь. Посмотрите на этих ребят, они на первый взгляд обычные школьники, обычные современные ребята. И это тоже реальный факт, что есть такие молодые люди, которые не просто считают себя православными, для которых действительно это часть их жизни. Не просто часть, а фундаментальная часть. Вот это, кстати, и заставляет нас проводить эти конкурсы, проводить эту работу, потому что в некоторых епархиях уже и в России, и на Украине стали следовать тому примеру Семеробольской и Крымской епархии, которая по благословению владыки проводит не просто раз в год подобные мероприятия, а проходят епархиальные конкурсы, то есть по городам, по районам, проходят городские районы, конкурсы знатоков православной культуры, затем происходят областные, или как мы говорим здесь у нас в Крыму, республиканские конкурсы, и вот уже появились такие команды, которые прошли через это горнило испытаний, состязаний, соревнований, а ведь что здесь важно? Важно то, что преподавание этого предмета, о котором дискутируют еще в России, а у нас в Крыму уже с 2003 года, как вы знаете, он преподается, преподавание этого предмета ширится, и все большее количество родителей, наблюдая на экранах эту передачу, задают себе вопрос, а почему же в нашей школе пока еще нет преподавания этого предмета, или дети говорят, а почему я не изучаю этот предмет, а некоторые учителя говорят, как здорово, я хотел бы преподавать своим ученикам эту замечательную духовную основу нашей жизни, и такие действительно приходят в епархию, и мы стараемся оказать им соответствующую методическую консультативную помощь, то есть, словом, это тоже реальность, это перестало быть каким-то сверх ожидаемым событием, это стало обычным будничным днем, будничной работой, и это тоже прекрасно, потому что эта работа, казалось бы, ежедневная, она объединяет столько друзей. После жеребьевки одни ребята могли еще отдыхать, а другие, облачившись в строгие костюмы, заняли места за конкурсным столом. Четыре дня длился конкурс, и каждый вечер здесь проводились самые различные мероприятия. Участники команд на вечере знакомств представляли свою страну, свою область, рассказывали об интересных делах, школы, торжественно прошел день именинника. Поздравления друзей, огромные торты со свечами, до отбоя песни под гитару. Вот просто очень хорошо здесь отдыхать, приятно, хорошая атмосфера, и мы еще надеемся сюда приехать. С конкурсами, играми и хождением в воскресную школу ваша духовная связь, ваша связь с церковью не прекратится? Конечно, нет. Я в это искренне верю, если, конечно, не случится каких-нибудь либо искушений, но очень хочется верить, что у нас все будет хорошо. Все мы православные и надеюсь, что будем ходить и не отойдем от православия. Будем верить, будем постовать и будем соблюдать все уставы. Победу и право посетить святые места Греции на международном четвертом конкурсе школьников-книтаков православной культуры одержала команда из Воронежа. Второе – школьники из Екатеринодара. И третье – команда ребят из Белгорода. Управляющий удивительного замка «Викинг» Антолий Иванович Пустовалов был не только радушным и заботливым хозяином, но и предложил команде, занявшей второе место, бесплатно отдохнуть следующим летом в этом сказочном комплексе. Чистота и искренняя вера детей заставляет нас, взрослых, посмотреть на себя и свои дела более взыскательно. Антолий Иванович решил на территории комплекса «Викинг» построить часовню. В ближайшее время собирается к митрополиту Лазарю за благословением. «Викинг» «Викинг» помнится и теплое море, в котором они плескались в свободное время, и пылающие над морем закаты, и тут же восходящая над замком огромная луна. И каждый увозил в сердце своем надежду, что они вновь переедут сюда на конкурс, чтобы проявить свою мудрость и знание православной культуры, понимание и реально воплощая заповедь Иисуса Христа. Познайте истину, и истина сделает вас свободными». «Викинг» «Викинг» Субтитры создавал DimaTorzok